Привет всем! Меня зовут Александра Калинина. Вы на моем канале, который посвящен джагитовке, конному спорту, лошадям, всему, что с ними связано. Сегодня мы снова на центральном московском ипподроме, где проходит русско-японский фестиваль Ябусаме. Ябусаме – японское искусство конной стрельбы из лука, наиболее популярное в одном из древних городов Японии – Камакуры, где, собственно, оно и родилось во времена первого сегуната. Искусство Ябусаме использовалось не только на войне, но также являлось частным состязанием во время профессиональных соревнований среди самураев. Что же сегодня будет происходить? Помимо, конечно же, нашей показательной программы джагитов, будут выступать лучники, японские лучники, представители школы Агасавара Рю, которые покажут свою лучную программу, национальную, традиционную, японскую, впервые в России. Ябусаме возникла в XII веке во время правления сегуна Нинамото, который превратил его из упражнения в рамках военной подготовки в синтаистскую традицию. Искусство сохранилось по сей день, однако сейчас существует только в виде спортивного зрелища. Дорожки для Ябусаме, как правило, имеют длину более 200 метров и ширину приблизительно 2 метра. Расстояние от дорожки до мишени составляет 5 метров. От земли до мишени ровно 2 метра, и эта высота выбрана не случайно. Она рассчитана на то, чтобы попасть в единственное уязвимое место облаченного в доспехе юрои воина – в область между глазами. Мишени могут быть или в форме пары глиняных тарелок, сложенных вместе, или в форме деревянных ромбов, которые, раскалываясь от стрелы, распространяют вокруг приятный хвойный аромат. Не попасть в мишень на соревнованиях значило покрыть позором себя и свою семью. Один из воинов, потерпевший такую неудачу, совершил харакири. Чтобы больше не терять хороших стрелков, в верхнюю часть мишени стали помещать букет искусственных цветов, попасть в них считается тоже неплохо. Само состязание открывается шествием всех участников. Под звуки барабана процессии отправляется в храм, где совершается синтаистский ритуал – моление о мире, урожае и спокойствии людей. С этого начинается соревнование. Стартовый сигнал наезднику подают два судьи в начале и в конце дорожки с помощью вееров. Около каждой мишени также находится судья, который подает сигнал о поражении мишеней поднятием веера и возгласом «Тэкию», что означает «в цель». Ну что ж, я надеюсь, вам понравилось мое видео. Подписывайтесь вот сюда на мой канал, если вам действительно все понравилось. Ставьте лайки, комментируйте и до встречи в новых видео. Всем пока!